39-я миссия завершает летную карьеру легенды американской космонавтики Шаттла Дискавери. Челнок везет на МКС роботов, которые помогут астронавтам в работе. Более чем за четверть века службы Дискавери поставил не один рекорд по количеству пусков, пребыванию в космосе и характеру выводимых грузов. Шаттл приехал в Центр Кеннеди в ноябре 83-го года, а его первая «And Lift Off» прозвучала в августе 84-го. В тот день впервые при помощи Шаттла на орбиту улетели искусственные спутники Земли. Через несколько лет с помощью Дискавери впервые космический аппарат вернулся на Землю. В 85-м он стал первым Шаттлом, совершившим четыре миссии за один год. Во время одной из них на орбиту удалось вывести сразу четыре спутника Земли. В том полете при посадке у Шаттла лопнула покрышка. После инцидента руководство на пять лет перенесло место посадки челноков на авиабазу в Калифорнию. 86-й год. Взрыв Челленджера потряс Америку и заморозил программу Space Shuttle. Через два года Дискавери стал кораблем, который вернул американцев в космос и возобновил пилотируемую программу. Он же первым вернулся в космос после катастрофы Колумбии. В 90-м году Шаттл поднялся на рекордную высоту и вывел на орбиту телескоп имени Хаббла. Этот прибор до сих пор расширяет видимые границы Вселенной и помогает человечеству проникнуть в глубины космоса. Еще дважды Шаттл летал к телескопу для ремонтных работ. В 94-м году состоялся первый полет по программе Мир Шаттл. Тогда челнок впервые доставил на околоземную орбиту российского космонавта Сергея Крикалева. В 98-м году Дискавери впервые пристыковался к российской орбитальной станции Мир. Позднее он стал последним челноком, посетившим станцию. В том же году на челноке в космос отправился самый пожилой житель Земли. Им стал первый американский астронавт Джон Гленн. В последние годы Шаттл доставлял астронавтов и тяжелое оборудование на МКС. Почти 40 экспедиций, год на орбите, более 5000 оборотов вокруг Земли, 200 миллионов километров – таков послужной список Дискавери. На нем летали почти 250 человек, больше, чем на каком-либо другом корабле. Последний полет Дискавери завершится в Американском музее. Субтитры создавал DimaTorzok